клип вот этот меня потряс просто на этой неделе просто потряс клип видео как его назвать я даже не подберу слов потому что я вам скажу наверное может быть даже ничего круче ну для меня так то есть такое субъективное восприятие я за весь период и своего не видела я пересмотрела его 10 раз все десять раз у меня слезы были на глазах смотрите пожалуйста тоже саламу алейкум мэль азербайджан и баррель по веса им артуре 2 картроли чем и сахар снах вагин дат аханах ахаха карту или варебендал я с абхазии блин приехал сюда тоже помочь нашим братьям привет россия а с ром приехал бурятии я русская с урала я казак мы батальон енисей бригада дон здесь все как один защищаем интересы родины и предлагаю всем в россии сегодня стать одним народом одной странной чтобы выполнять одни задачи братья всем добра до смерти видели да азербайджанец за ним армянин грузин за ним абхаз мне надо наверно рассказывать да какие конфликты были и есть между азербайджанцами и армянами грузинами и абхазами дальше я так поняла буду лай это цыган из бурятии не знаю точно но мы мы вышли на этих ребят на их руководителя мы знаем кто они это все правда это все не фейк мы обязательно запишем с ними интервью я вам следующий раз постараюсь его показать и узнаем точно этот парень буду лай цыганом или кто ну предположим цыган тоже правда ну много каких несознательных людей можно услышать про их неприязнь к цыганам хотя конечно нормально человек не может испытывать неприязни ни к какой национальности или этнической группы тем более очень хорошо знаем чем это заканчивается на украину посмотреть да и германию давайте вспомним так вот все эти люди бок о бок поюют и рискуют жизнью как один из них сказал за нашу родину за родину россию за русский мир за русскую идею воюет азербайджане с плечом плечу с армянином забыв своей распри грузин с абхазом забыв своей распри цыган русская женщина с урала казак в этом возможно знаете я не люблю таких выспренних слов предназначения предначертания я же не философ и не очень люблю философию но возможно в этом и есть предназначение предначертания россии объединять народы как бы это банально или слишком пафосно не звучало но ведь это так и есть это же происходит все эти годы грузинский народ если бы не россия уже исчез бы остался в учебниках истории тоже известный факт сколько было грузин когда грузия вошла в 1801 году состав российской империи армянский народ был бы истреблен безусловно окруженный турками которые занимались истреблением моего собственно говоря народа столетиями испокон веков и конечно бы все это закончилось плохо для моего народа и меня бы тоже не было спасибо ручь матушка за то что мы есть дети этнические дети так то мы все конечно русские но если говорить об этнической приложить принадлежности мы дети спасенных тобой народов спасибо тебе за это мы это помним и видишь спасенные тобой народы посылают своих мужчин чтобы спасать людей которые в этом нуждаются теперь уже русских людей русских людей на донбассе и знаете чего я жду я уверена что так и будет я жду когда закончится это все божьей помощью нашей победой вот так же плечом к плечу как азербайджанец и армянин грузин и абхаз будут стоять украинец и русский каком-нибудь другом батальоне может быть дети сыновья вот этих мужиков конечно хочется сказать что лучше бы этого не было потому что лучше бы не было войны войны обязательно будут так устроено человечество куда они денутся это природа наша к сожалению мы такие но хорошо бы чтобы в этих войнах мы вот так стояли друг с другом бок о бок как меня порадовал на этой неделе министр юстиции украины и с ними вся и украина когда он попросил чат вот написать закон о легализации на украине проституции проституции мальчики и девочки понимаете не сразу вспомнилось как а международной пилораме мой муж ведет такую программу которую наверняка знаете международная пилорама и иногда авторы которые помогают ему ее производить делать писать они присылают шутки давно уже не присылает но поначалу присылали в которых был намек на вот этих вот хрестоматийных знаете украинских девочек ну проституток короче говоря украинских тигран всегда с негодованием такие шутки вычеркивал просто негодованием хотя я думаю что вряд ли он не имеет представления о том что такие девочки на украине всегда существовали как популярны эти украинские девочки во всем мире но он всегда говорил что нельзя так делать нельзя оскорблять целый народ вот таким намеком даже в шутку на то что многие женщины этого народа промышляют проституцией ему казалось что им это наверное обидно и неприятно а теперь администра юстиции украины мы выясняем что они гордятся этим понимаете гордятся они легализовать ее собираются и мне теперь наконец-то стало понятно что значит украина ци европа вот что вот о чем был сыр бор вот о каких европейских ценностях ну конечно же не о ценности гуманизма какие могут быть ценности гуманизма стране в которой прославляют бандеру убийцу убийцу не только украинцев и не столько украинцев убийцу какие могут быть ценности гуманизма в стране которая начала бомбить свои собственные на тот момент регионы теперь же слава богу наши? Просто потому, что они хотели говорить на русском языке. Это что, европейские ценности? В одной малюсенькой Швейцарии четыре языка, и никого это не смущает. Какие же это европейские ценности? Нет. Тогда о каких европейских ценностях орала Украина, когда она хотела, чтобы мы ее оставили в покое, потому что она Циевропа? Вот об этих. Они хотели, чтобы эти гарны дывчины, которые по всему миру зарабатывают и на которых держится немалая часть экономики Украины, наконец-то делали это по-честному. Будет на Украине легализована проституция, с чем я ее пламенно поздравляю. Надеюсь, ненадолго. Израиль долбанул по Дамаску, по жилому кварталу Дамаска. Погибли люди. Не первый раз Израиль бомбит Сирию, бомбит Дамаск. Чего он их бомбит, это нам не понять, если уж совсем перефразировать Пушкина. Нам непонятно, нам чужда сия семейная вражда. Но факт остается фактом. При этом Сирия не собиралась отбирать у Израиля его Крым. Сирия не пестовала нацистов. Сирия не проводила эсэсовские парады. Сирия не переименовывала улицы именами бандеровцев. Сирия никак, собственно говоря, Израилю не угрожала, если проводить параллели. И вот когда Израиль бьет по Дамаску, мне хочется спросить наших отъехавших и овсевших в Израиле. Всех этих Галкиных, Пугачевых, и кто там еще, я за списками не слежу признаться. Вот хочется их спросить, вам не жмет нигде? Не давит? Совесть не давит? Нигде? Я вспоминаю эту девушку чудесную, подарившую мне вот этот мой пост в Телеграме, когда она уехала в Израиль, в Израиль, объяснив это тем, что не можешь жить в стране, которая воюет со своими соседями. Я написала вот этот вот пост, благодаря которому вообще эта фраза про страну, не воюющуюся со своими соседями, стала мемом, благодаря этой девушке с говорящей фамилией Бунина. Бунина. Как не стыдно. Когда вы живете в стране, воюющей со своими соседями, каждую минуту своего существования, всегда воюющей со всеми своими соседями, и объясняете свой отъезд высокими принципами, несогласием с кровожадной политикой Путина, называете нас всех здесь, меня, других людей, придерживаясь таких же позиций, кровожадными. Когда вы так делаете, сидя в Израиле, именно в Израиле, лучше бы вы на Мальдивах сидели, они тут точно ни с кем не воюют, им воевать нечем, кроме рыбы, каких-нибудь боевых дельфинов. Когда вы так делаете, сидя в Израиле, нам всем понятно и очевидно ваше такое смешное и одновременно такое безобразное лицемерие. Дело совершенно не в том, что вы против принципа войны, потому что вы живете, радуетесь и благословляете страну, суть которой – война, которая воюет все время со всеми соседями и никогда не уймется. И вас это не коробит. Вас коробит, когда это делает Россия, потому что дело не в войне, а дело в том, что вас тошнит от России, понимаете? От березок тошнит русских, не нравится вам это все. Вас тошнит от самих себя, от этих сопливых носов ваших в детстве, от манной каши в детском саду, от пионерских галстуков. Вас тошнит. И вы ждете, когда вас вырвет оставшиеся в вас еще доли вашей русскости. И вам полегчает. Хочу я вас расстроить. Не полегчает. Я теперь специально для вас буду в каждом выпуске ЧТД читать стихи. Я люблю читать стихи. Я буду читать стихи уехавших людей, эмигрантов, до которых вам, каждому по отдельности и всем вместе взятым, как до китайского воздушного шарика. Так вот, никому из них не полегчало. Никого из них не отпустило. Никогда. И вас не отпустят. Начнем с Георгия Иванова. Мне больше не страшно, мне томно. Я медленно в пропасть лечу. И вашей России не помню, и помнить ее не хочу. И не отзываются дрожью банальной и сладкой тоски поля с колосящейся рожью, березки, дымки, огоньки. Субтитры создавал DimaTorzok